АПЛОДИСМЕНТЫ Когда вы испытываете состояние радости, вы находитесь в полном ресурсном состоянии. У вас нет страхов. У вас полная уверенность. Уверенность в том, что все получится. Часто ли вы испытываете состояние радости? Вообще умеете ли вы радоваться? Давайте покажите мне сейчас. Порадуйтесь. Эггэгэй! Ого! Эггэгэй! Давай! Что-то слабенько. Ты можешь еще раз? Давайте. Раз, два, три. У-у-у! Давай! У-у-у! Ну, уже Манико лучше. Хорошо. Многие люди на самом деле, они даже не знают, что им доставляет радость. Им очень трудно ответить на вопрос, чем они готовы заниматься ради удовольствия. Без извлечения прибыли. И здесь как раз таится очень такая пропасть. Люди не знают, что доставляет им радость. Многие люди. Ну, либо пару так аспектов знают. Есть выход. Очень простой инструмент. Написать список радостей. Этот список должен содержать более 100 пунктов. Когда вы начнете его писать, вы на самом деле убедитесь, что 20 пунктов написать просто. А дальше уже сложно. И вот эта работа как раз и есть с тем, чтобы понимать, что вам доставляет удовольствие, что вам доставляет радость. Потому что когда вы находитесь в состоянии радости, это видят все остальные, у вас приходят очень классные идеи. И когда идея придумана в состоянии радости, даже когда вас отвлекают другие дела, которые не доставляют радости, вы вспоминаете про свою идею, вспоминаете то состояние, в котором вы придумали эту идею, и вам сразу становится кайфово. И это кайфовое состояние видят все. И люди идут за вами, люди верят в вас. Как закрепить состояние радости? Тоже есть инструмент. Я могу попросить вас встать? Отлично. Вспомните тот момент, когда вы были самым счастливым человеком на свете. Наверняка он у вас был. У меня он вспоминается, когда мне папа подарил лыжи. У кого-то вспоминается первый поцелуй. И вспомнили? Улыбаетесь? И нужно закрепить это каким-то действием. У меня это действие такое. Да! И я чувствую, как энергия вся идет по телу. И даже когда мне грустно, печально, что-то случилось нехорошее, я делаю этот жест, и все сразу работает. Придумайте себе свой жест. Можно с криком, может что-то тихое. И на счет 3-4 вы его сейчас сделаете. 3-4. Состояние радости – это один из ключевых моментов придумывания классных идей. Потому что когда обычно идеи идут от головы, и от головы они идут тогда, когда в жизни все не очень. Проблемы, усталость, все надоело. А когда вы находитесь в состоянии радости, идеи идут от сердца. Поверьте, я это сам в кучу раз сделал. Второй пункт – это нестандартное мышление. Для того, чтобы придумать классную идею, за занятие которой вы сами готовы себе платить, нужно мыслить нестандартно. Как развивается нестандартное мышление? Нужно просто делать то, что страшно. И тогда оно прям быстро растет. Например, пойти в торговый центр, лечь на пол, на 2-5 минут в самом проходимом месте. Выйти на улицу, обнять 10 незнакомцев. Или можно собрать 20 человек и сделать с ними селфи. Для усиления эффекта пустишь и рожи покреют, попросить их. Можно пройтись по городу босиком. Я обожаю это делать, это мое самое любимое занятие. Я хожу босиком везде, где тепло. Я езжу на самолетах, летаю в аэропорт, захожу босиком. Я захожу в рестораны, правда не всегда пускают, но я прохожу. Самым застенчивым можно пройтись по улице, например, голубь. Был такой случай в Новосибирске, когда мы собрались там с ребятами и делали такие действия на выход из зоны комфорта. И был застенчивый парень. И дали мы ему задание пройтись голым по центру города. Это было в полдвенадцатого вечера. Народа уже практически не было. Полиции тоже очень мало было. Но было на этой улице много ночных клубов, на которых стояли люди на крыльце, курили сигареты. И тут смотрят, идет голый парень. Они все говорят, давай фотографируйте его на телефон. Представьте, что испытывал этот парень. Всегда, когда вы делаете то, что вам страшно, всегда идет такой очень классный мандраж. И вот наблюдайте это. Когда он прошел по улице, тут мы подъехали на машине, забрали его и увезли. Если, допустим, там тоже застенчивый парень с девушками, допустим, можно дать задание собрать за 30 минут 5 номеров телефона. Можно с этими же девушками сделать селфи. Сразу придумают. У меня тоже было такое задание, тоже я быстро скреативил, и все легко получилось. И я мог знакомиться с кем угодно. Вы можете попросить кого-нибудь в автобусе заплатить за вас. Увидите, будет страшно. Но какой потом вы будете счастливым после того, как за вас заплатят. Действия на выход из зоны комфорта направлены на то, чтобы разрушать иллюзии. И когда вы разрушите все иллюзии, вы поймете, сколько возможностей в этом мире. Сколько вы всего можете. Всего лишь поборов ваши страхи свои. У меня самый сильный страх, я выполнил много из этого перечисленного списка. У меня был самый сильный страх, это путешествие автостопом. И когда я первый раз проехал автостопом, это был путь на Байкал, и мы с девушкой потратили 2000 рублей за 10 дней, моя жизнь превратилась в одно большое путешествие. И в моих путешествиях тоже встречалось очень много людей. Приходилось очень много делать поступков, которые, кажется, просто в голове не укладываются. Ну, за границей еще удобно, что можно косить под чайника, потому что, типа, ты иностранец. То есть это делать нельзя, но пока тебя, если тебе сильно хочется это делать, но пока не выгонят, тебя же не депортируют, но сиди, жди, пока тебя не выгонят, и кайфуй. И второй инструмент, который сегодня вам дам, вы можете делать себе заметки в телефонах, а то потом забудете, взять лист, разделить его на три колонки. В первой колонке написать свои страхи. Это тоже будет сделать не очень легко, потому что кажется, да, вроде мы ничего не боимся, либо написать мало страха. В самом деле все, и вы, и я, очень много чего боимся. Эти страхи нужно узнавать и с ними знакомиться. Написать в список страхов. Во второй колонке написать, придумать себе задание на выход из зоны комфорта, связанное с этим страхом, чтобы этот страх прошел. Например, выступив перед аудиторией, если человек боится публичных выступлений, да, и ему страшно выступить перед аудиторией в 20 человек, пусть он выступит перед аудиторией в 100 человек. Когда аудитория 20 человек, для него будет вообще ерунда оказаться. Это будет легко. И выполняя другие задания, например, выйти на улицу в центре города и во весь голос петь свою любимую песню. Выступать на сцене будет гораздо легче. В третьем столбце, напротив поставленных заданий, вы пишете сроки. Потому что если у вас не будут стоять сроки, вы можете вообще до этого не дойти. Если вам страшно, очень страшно делать. Ну, конечно, страшно будет, потому что надо ставить самые страшные задачи. Возьмите с собой самого безбашенного друга. Он вам поможет. Только проследите, чтобы он за вас не выполнил эти задания. Кто желает сделать то, что ему страшно? Кто будет это делать? Поднимите руки. Раз, два, три. Ух ты, как лес растет. Отлично. Ой, я думаю, скоро наш город изменится и мир в округе. Супер. Потому что человек, который не боится, у него как... Подходим к третьему пункту, да? Как все-таки найти дело, за занятие которым ты сам готов платить? Во-первых, нужно понимать, что такое состояние радости. Второе. Необходимо обладать нестандартным мышлением. Когда вы это познаете, вам будет все ни по чем. Вам будут приходить самые смелые идеи, которые... Возможно, даже вообще этот человек никогда не придумал. И вы их сделаете. Это будет непростая идея. И вы будете кайфовать от этого состояния. Люди вокруг будут кайфовать. И напоследок я приведу несколько примеров. Три года назад я первый раз переехал на остров Бали. И я там познакомился с интересным человеком, который построил рай на земле. Настоящий рай. Место, откуда вообще не хочется уходить. Место, где отключается мозг, открывается душа. И когда туда зашел, прям сразу вот здесь что-то закрутилось. Я даже не понимал, что со мной творится. Потом я познакомился с хозяином. И он рассказал свою историю. Сначала он с женой уехали на 4 года в Индию. Жить. Когда они туда приехали, они думают, ну, надо же придумать какое-то задание, занятие себе. И они исходили не из того, чтобы как заработать, чтобы как бы выжить в этой стране, чтобы остаться в ней. Нет, они думали, чем бы они хотели заниматься. И тут они вспомнили, что они любят русские сладкие пирожки. Открыли свою пекарню. И не просто они продавали эти пирожки, как вот продавцы в магазинах. Они общались с людьми. Люди в основном приходили к ним пообщаться, потому что люди приятные. Ну, заодно и пирожков покушать. И они каждое утро просыпались, шли к себе на работу в радость. Потому что если бы они этим не занимались, у них не было бы столько общения. Они сами были готовы платить, чтобы этим заниматься. Потом они переехали на бай. Когда они переехали, с вот этим человеком, про которого я рассказываю, с ним приехал друг. У друга не было денег. И тут один у другого спрашивает, ну, а что ты любишь делать больше всего в жизни? Думал, думал, не знаю. Говорит, пить и курить. В итоге он стал делать кальяны, цена которым была тысяча долларов. И очередь выстроилась на полтора месяца. До сих пор занимается. Семь лет прошло. Пообщавшись с хозяином того пространства, я пришел домой и стал размышлять. И через пять дней я придумал свою идею. Я придумал свой проект. Он называется «Стартап дача». Я сам готов платить, чтобы им заниматься. Что-то такое. Я нахожу точку в мире, где я хотел бы пожить несколько месяцев. Еду туда. И потом выбираю людей, с кем я хотел бы там пожить. Один, два, три месяца. Сам назначаю срок. И люди приезжают. Я выбираю людей, тех, кому я сам готов заплатить, чтобы они приехали. Очень интересных людей. Но я беру напротив, с них организационный взнос. Я кайфую. Когда идет этот проект, я иду по пространству. Последний завершился сезон в марте. Я шел по пространству, понимая, что здесь, в этом пространстве, находятся все люди, которые мне нужны на данный момент. Еще и финансово идет подпитка. И сами участники говорят, мало берешь, ставь цену в два раза больше. Вот прошел год, вот я на четвертом сезоне поставил в два раза больше. И тут они говорят, ставь еще в два раза больше. Мы будем приезжать, потому что люди более интересно будут приезжать. Многие учителя йоги, которые преподают йогу и кайфуют от этого. Они кайфуют от обучения еще больше, чем они сами йогой занимаются. И это прям видно. У меня есть две книги, и там я их тоже писал в состоянии радости, что читатели каждое слово чувствуют, что оно написано в состоянии радости. И он вдохновляется им. Последние три года я делаю только то, что мне нравится. Может быть, 10% есть тех дел, которые мне не нравятся. И то они как бы на фоне вот тех 90% они незаметны. Здесь сейчас я выступаю на сцене, потому что я кайфую. Я сам готов был заплатить, чтобы здесь выступить. Потому что это страшно. Во-вторых, это новый опыт. Потому что перед аудиторией больше, чем в 35 человек, я еще не выступал. И это большой рост. Я сам готов за это заплатить. Но в жизни обычно по-другому происходит. Когда люди идут на семинары, на тренинги, спикеры еще за это платят. И люди приходят, платят деньги, чтобы зарядить его своим присутствием и зарядиться от него. Когда я тогда общался с тем хозяином того пространства на Бали, я его спросил, а есть какой-то инструмент, чтобы прийти к любимому делу? И он говорит, да. Это банальный простой инструмент. Нужно написать список самых любимых дел. То, чем готов заниматься бесплатно и в удовольствие. И когда ты начнешь выполнять этот список, берешь первый пункт, читаешь, начинаешь выполнять. Если при выполнении этого пункта ты встречаешь препятствие, вычеркивай. Переходи в другом. Занимаясь следующим пунктом, если встречаешь препятствие, вычеркивай, пока не дойдешь до того пункта, где вместо препятствий тебе начинают все помогать. И когда я придумал стартап-дачу, стал ей заниматься, мне все стали помогать. Я еду, мне говорят, о, у тебя классный проект, а можно я тебя прорекламирую на своих ресурсах? Конечно, можно. И такие случаи всегда прям вдохновляют. Меня знакомят с интересными людьми. Причем само все происходит. Мне не нужно добиваться там с кем-то встречаться. Когда я к этому пришел, я стал делиться своим опытом с другими людьми. Также иногда путешествую по России, по городам, тоже в крупных городах провожу семинары. В Красноярске, когда нахожусь, провожу семинары сегодня здесь, чтобы поделиться своим опытом. Если мой, на этом у меня завершается сегодняшнее выступление, если мой опыт был полезен, если мое выступление оказалось для вам полезным, я прошу вас порадоваться.